Вора, иллюминаты и вот всё-всё-всё прочее. То есть у меня он отсмотрит мой видеоролик и скажет вообще, сука. При этом он эти самые деньги, эти самые затраты не окупает. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Сегодня я бы хотел поставить такую, знаете, точку в моих взаимоотношениях с таким GTA-сам-ютубером Митиным шоу. Для тех, кто вообще там, знаете ли, недавно пришёл на мой канал. Для тех, кто не знает вообще, кто я такой, чем я занимаюсь, чем я знаменитый. Вот всё-всё-всё прочее. Тот, кто не выкупает за какие-то локальные мемы, которые у меня тут есть. И вот такое вот всё прочее. И не может, наверное, воспользоваться поиском по видеороликам Ютуба. И посмотреть вообще все видеоролики. То есть я могу сказать, что все вот у меня там, знаете, 500 с лишним видеороликов. Они все достаточно знаменательные, отличные. И их всегда приятно посмотреть, знаете ли, в кругу друзей. Там собраться с друзьями, знаете ли, открыть, допустим, бутылочку Pepsi, да. И вот начать, так знаете, смотреть все видеоролики по порядку. Начиная с самого первого, заканчивая там самым последним про какие-нибудь мобильные GTA-самповские сервера и всё прочее. Но вот в промежуток всего этого, около 10 месяцев назад, у меня был такой, знаете, не то чтобы конфликт. Просто я изобличал настоящего вруна, карлика, вора, иллюмината и вот всё-всё-всё прочее. То есть у меня на тему всего этого посвящено достаточно много видеороликов. И сейчас вот я решил, знаете ли, просто так позлорадствовать на тему всего этого. Потому что, ну в самом деле, я вот охуел от того, что вообще сделал Артур Митин. Какую же фатальную ошибку он совершил. Для тех, кто, возможно, не в курсе, объясняю. Около там 9-10 месяцев назад у Артура Митина шоу Карлика вора был конкурс. Мол, там конкурс талантов от Diamond Trully Play. Мол, покажи вот там свои таланты и получи шанс выиграть 20 тысяч рублей. Плюс сотрудничество с таким крупным, крутым проектом, как Diamond Trully Play. Вообще, сотрудничество с Diamond Trully Play, оно славится тем, что он достаточно рабское. И вообще непонятно, и много чего запрещают. И много кого увольняют, выгоняют и так далее. Но в то время у меня не было проекта, и я был таким, знаете ли, начинающим ютубером. Но все меня уже во всей этой, знаете ли, GTA-самповской сфере знали. Поэтому ко мне было какое-то доверие, как к человеку искреннему, доброму. А то есть я про какого-то вот другого человека даже слово плохого сказать себе не могу позволить. То есть если я что-то вот такое, знаете, говорю про какого-то другого человека плохое, то я, разумеется, сразу же извиняюсь. Потому что, ну, мне на душе становится немного, так знаете, плохо и вообще ненормально. Так вот, у этого самого Артура Митина был конкурс, и я решил принять в нем непосредственное участие. Потому что до этого во всех конкурсах, в которых я принимал участие, я, если и не выигрывал, то, по крайней мере, умел привлечь к себе внимание, дабы люди меня заметили. И такие, типа, а, так чел-то, типа, такой, ну, нормальный, крутой и так далее. Но, понимаете ли, в чем все дело? Дело все в том, что я залил видеоролик, я его снял. То есть это был такой, знаете ли, обзор на Diamond Roller Plate. Ну, необычный обзор. И вот дело в том, что никто практически не догадался до того, о чем он был знаменательный. В том числе и Артур Митин. Но я-то подумал, что он не попс. Что он, в самом деле, не плебс. Что он сможет понять, такой, знаете, тонкий посыл в данном видеоролике. Вообще, понять вот эту вот всю аллегорию на действующее вообще время в GTA Samp YouTube. Но, к сожалению, он зашел на премьеру видеоролика, но, вот, к большому моему сожалению, понимаете ли, в чем дело, не понял. Не очень расстроился, не понял. Но я подумал, ладно. То есть он сам посмотрел, он сам как-то все это глянул. И, наверное, на вот это вот стременно, которым он будет отсматривать все ролики вот этих вот претендентов, кандидатов, победителей и вот всего прочего, всех вот этих прочих людей, он отсмотрит мой видеоролик и скажет вообще, а что ему не понравилось, чтобы я, возможно, там, зашел с ним в Discord, мог ему объяснить все это, то есть уличить его в том, что он карликор иллюминат. Но тогда я еще этого не знал. Так вот, значит, я скидываю, я все, я жду. Он отсматривает, отсматривает видеоролики. И потом, прямо, знаете ли, стрим его завершается вот на моей заявке. Буквально. То есть там заявка Чилл, и вот следующая уже идет моя. Но он говорит, типа, ой, да мы уже, знаете ли, долго стримим, поэтому, ну, чуть-чуть не хочется, да, вот это вот. Все, я завершаю, завтра уже продолжим. Или там, послезавтра, неважно. Продолжая там завтра, послезавтра, начинается стрим, и он пропускает мою заявку. То есть моя заявка там также висит, но отсмотрена она не была. И, ну, и все. Я тут все понял, что Артур Митин, он Карлик Вор Иллюминат, который не захотел отдавать мне мои 20 тысяч рублей, когда понял, что, ну, в самом деле, вот, я могу выиграть. Потому что он под руководством иллюминатов проводит все эти конкурсы и взламывает другим GTA-самб-ютуберам ноги. То есть я, опять же, я не хочу сейчас вот это вот ничего тут рассказывать, потому что все это было в моих предыдущих видеороликах. Вводите в поиски моего канала, там, Митин, Артур Митин, Карлик Вор Иллюминат и так далее. И смотрите все эти видеоролики. Я вам тут вкратце вот все это объясняю. Но я подумал, ладно, я не выиграл, но выиграть-то тут может другой человек. Замечательный человек, который, в самом деле, типа, ну, такой знаменательный, который крутой. Тем более, что там мои некоторые друзья оставляли заявки, и он их тоже не отсмотрел. То есть если моя заявка еще висела, то заявки моих друзей он просто удалил. Либо удалили модераторы, ему это не сказали. В общем-то, я этого всего не знаю. И вот в данном конкурсе выиграл Пауль. Или Рауль, или вот как-то так этот GTA-самб-ютубер называется. У него на данный момент, блядь, его даже в поиске найти нельзя, он как Ися-самб. Сейчас, сука. Вот, Пауль, у него 84 видеоролика и 1150 подписчиков. То есть на момент, когда он выиграл в конкурсе, у него было там 800, может быть, также 1000 было. Но, в общем, ничего такого не было. И понимаете ли, в чем дело? Его ролики, они пиздец какие-то душные. Их невозможно смотреть. Это просто, ну, это вообще ебануто. Его не смотрят, потому что, ну, это пиздец. То есть снято хуёво, с точки зрения озвучки хуёво, с точки зрения посылок хуёво. То есть я все это, опять-таки, отсматривал в своем выпуске ДК, на канале Семён. Если вы не видели еще тот выпуск ДК, то, разумеется, можете подписаться на канал Семён и посмотреть тот самый выпуск ДК на этого самого победителя в конкурсе митина. То есть ролик называется «Победитель в конкурсе митина Пауля ДК». И вот, в общем-то, там все это я разбираю, все это смотрю, говорю, что мне не понравилось, говорю, что мне понравилось и так далее. И, в общем-то, у Пауля там по 100, по 180, по 257, там по 300, по 400. Максимум у него там сколько ролик набрал? Ну, вот я сейчас даже, знаете ли, не поленюсь и посмотрю максимум. У него ролик набрал 3100 просмотров, потому что это был конкурсный ролик, на который Артур Митин, а в своем ролике, который набрал около 100 тысяч просмотров, может быть, даже побольше, оставил ссылку. То есть даже несмотря на то, что ссылку он, блядь, оставил, ролик набрал мало просмотров, потому что это нахуй никому не интересно. И что я могу сказать? Артур Митин, ну ты вот как Карли Кворд, ты просто проебался. Просто потому что, а не смог посмотреть куда-то дальше, вообще, своего, ну, круга своих интересов, скажем прямо. И поэтому ты, вместо того, чтобы выбрать меня, человека, который окупит все затраты, и 20 тысяч рублей, и цену за роль, вы могли забрать меня эксклюзивно. Дать мне какой-то эксклюзивный контракт, чтобы я все, знаете ли, снимал у вас, чтобы все было хорошо, чтобы там, я не знаю, если на вас какие-то нападки случаются, чтобы я мог вас защитить, потому что имею с вами такую, знаете ли, связь, в том числе с Артуром Карликом Вором Иллюминатом Митиным. И просто понимаете ли, в чем дело? И вы меня не выбрали. Вы меня даже не отсмотрели. Вы мне даже не дали шанс. Почему так получилось? То есть я не понимаю именно вот это вот. Ну вот вы мне расскажите. И получается так, что вы выбрали человека, Пауля, отдали ему 20 тысяч рублей, платите ему сейчас деньги за ролики, при этом он эти самые деньги, эти самые затраты не окупает. Это ж пиздец вообще. Это, это вообще, это ебануца. А у меня ролики стоят, ну, максимально какие-то копейки, которые я вообще, ну, я не знаю, ну, такие деньги есть, наверное, у любого проекта, любой проект может меня купить, но я при этом остаюсь на Аризоне, потому что Аризона в меня поверила, и я за это их уважаю. Когда у меня было там по 100, по 80 просмотров, потом, я не знаю, по еще, сколько-то просмотров очень мало, Аризона в меня поверила и дала мне шанс, который мне не дал Даймонд. И вот сейчас Аризона пожинает плоды того, что она, ну, может смотреть дальше себя, в отличие от того же самого Артура Карлика Иллюмината Митина. В общем-то, после того, как он закончил стрим и не отсмотрел мой видеоролик, и вообще там нигде про меня не написал, я, разумеется, 26 сентября 2019 года написал ему «Пошел нахуй» и заблокировал. То есть я человек простой. Если мне что-то не нравится, если я вижу, что Артур Митин сотрудничает с Иллюминатами в таком, знаете ли, плотном сотрудничестве и не выдает призы людям, которые действительно их заслужили, получили и так далее, то, ну, типа, ну, такое. Если он выбирает Паулю, который там не может тысячу просмотров набрать, да, то есть у меня самый популярный ролик, он там 30 тысяч набрал. Бывают ролики набирают, там, я не знаю, по 20 тысяч просмотров, там, еще по сколько-то тысяч просмотров. Ну, вы там, да, Паулю приз отдавайте, как бы, эксклюзивные контракты тоже Паулю, давайте Раулю, там, вот этим вот всем прочим людям, а я там дальше посижу со своими, там, двумя, там, тремя, бывает иногда, 20 тысяч просмотров ролики набирают, ну, я посижу, ладно, ребят, то есть Карли Кварь и Иллюминат, как обычно, из-за того, что не может посмотреть дальше себя, из-за того, что не может признать гением, то есть Делорензи, то он уже молодец, он уже признал во мне гения, и я думаю, что это должны сделать вообще многие GTA-сам ютуберы, потому что, ну, иначе никак. То есть, когда, понимаете ли, меня гением признает даже сам Денис Делорензи, который для многих детей является авторитетом, это уже повод задуматься, да, то есть, если человек даже вот с таким низким культурным уровнем смог разглядеть во мне гениальность вот такого, знаете ли, Нострадамуса, самповского какого-то, да, самповского гения, то, то есть, стоит задуматься вообще, Артур Митин, ты-то куда смотрел, в свою очередь? Ты-то что вообще такое делал? Ну, ты расскажи, пожалуйста, потому что, ну, это, это же вообще ужас. То есть, кого ты выбрал-то, блядь? Я бы все затраты уже давно окупил за этот год, даже меньше года, я бы уже все окупил, и 20 тысяч рублей, и все про, при том, что у меня ролики выходят даже каждый день в 20.00, но Diamond Roleplay не захотел себе такого, знаете ли, сотрудника на проект, такого гения, такого гениального человека, поэтому, ну вот, не захотели и не захотели. Я нахожусь в хороших отношениях с Тони Баррэйрой, там, или Батурри, или кто там, основатель Diamond Roleplay, то есть, я к нему нормально отношусь, хороший, действительно, человек, как бы у него топ-2 проекта в GTA Sampe, он, в целом, молодец. А Карлик Вор Иллюминат, который ведом вот этими самыми иллюминатами, вот этот вот человек, его, я думаю, слушать вообще не надо, ни по каким вопросам, но это ужас. То есть, как вообще такое возможно, я вот этого лично не понимаю. Возможно, кто-то из вас понимает, но мне это уже не важно. А также, я вам хочу сказать, что я играю на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, находится в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телекрам-канал, и многие-многие другие вещи. Поэтому вы заходите, ознакомливайтесь со всей информацией, и помните, что Карлик Вор Митин, он иллюминат. Вот я вам сейчас показываю его фотографию. Это вор, это вот не пускайте его в доверие к своей семье, украдет все, то есть, ценные вещи, брелки, кошельки, все остальное. Вот, я вас предупредил, а так, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok